Всем привет, ребята, меня зовут Саша, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня очень необычное начало видео, потому что освещение везде оставляет желать лучшего. Что, в принципе, без разницы, где мне снимать начало. В общем, сегодня у нас будет интересный выпуск Back to School, потому что сегодня по вашим запросам я поеду в Fixed Price. На самом деле, я не планировала туда ехать, снимать это видео, и в целом я уже думала, что, ну, Back to School для меня, по крайней мере, вот такие вот походы за канцелярией, их больше не будет в этом году. Но запросов было много, поэтому мне самой интересно посмотреть, что же там есть. Я извиняюсь за посторонние звуки, потому что на улице сейчас происходит примерно вот это. В общем, мне очень многие говорили, что там много интересной, и самое главное, бюджетной канцелярии по хорошим ценам, потому что сейчас, понятно, везде цены подняты. Кстати, да, не удивляйтесь моего луку, потому что наше лето в этом году выглядит примерно вот так, как весь этот мой лук. Также прямо сейчас в моем Телеграм-канале проходит последний летний конкурс, поэтому скорее успеете поучаствовать при этом просто нереальные огромные наборы с канцелярией. На первое место, кстати, человек получит набор из 60 маркеров для рисования, и еще есть много всего интересного, поэтому обязательно приходите. Ссылка на мой Телеграм-канал всегда есть в описании под каждым видео. На самом деле, в целом, за это лето я была в нескольких фикс-прайсах, причем случайно, и везде очень сильно отличается ассортимент канцелярии. Как по мне, ассортимент в мае, в начале июня был гораздо лучше, потому что, если честно, да, здесь есть вот в тетради под 96 листов, есть карандаши, ручки, но в целом я бы здесь купила только ручки. Насчет тетради, пеналов, здесь точно промах. Не знаю, мне особо ничего, мне вообще ничего не понравилось, если быть честной. Вот, тетради, мне кажется, хорошие, можно найти, но сейчас уже все раскуплено, плюс, я думаю, что завоз самый такой прикольный был еще раньше, и уже ничего не осталось. В этом фикс-прайсе какой-то маленький выбор. Я вам показала с начала, в самом начале, в отделе, что было и здесь. Я вижу какие-то предметные тетради. Есть такие вот предметные тетради с каким-то чуваком. Я пока вижу только русский, 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 русский. Наверное, здесь есть разные предметы, если поискать. Вон биология. Ну, не знаю, мне такие не особо нравятся. 100-600 рублей, в принципе, за такую цену можно купить и какие-то более симпатичные в другом месте, наверное. С надписями. Я, кстати, точно такую же видела в самом начале, как только мы вошли. Те же самые тетради были. Вот здесь есть бумага для акварели по 100 рублей. Мне кажется, вот бумагу брать, в принципе, без разницы где. Здесь она стоит 100 рублей, и есть еще по 200 рублей. Есть обычные тетради, которые, знаете, такие зеленые. Эти вообще очень тонкие, по 12 листов. Это у нас, наверное, линия, клетка. Да, вот тут клетка, там линия была. А вот какие-то тетради тоже. Смотрите, вот есть такая прикольная с кэпибарой. Я, кстати, такую где-то видела от этой фирмы. Прикольно выглядит. Но они, видите, такие маленькие, как очень укороченные. Какие-то здесь блокнотики. Но в том году был поинтереснее выбор в Экспрессе. Я просто поэтому их захотела поснимать, потому что, помню, в том году заходила случайно. Было как-то много всего. Это у нас ежедневник 104 листа. В общем, такая серия ежедневников есть по 200 рублей, неодатированные. Я увидела вот два таких вот ярких. Внутри просто у них линия, клетка чередуются. Есть еще такой темно-синий и такой, знаете, розовый, пыльно-розовый цвет. Есть вот такой вот блокнот. Он как будто блестящий. А внутри, кстати, он прикольный в точку, но листы такие желтоватые. Есть в разных цветах. Здесь еще есть вот такие вот маленькие блокнотики. Смотрите, есть набор трех блокнотов за 70 рублей. Такие вот. И дальше здесь идет отдел для школы. Здесь, смотрите, папки. Вот папки-уголок по вообще 13 рублей. Очень много здесь разных, но расцветки, конечно, разные есть. Какие-то они аниме, видимо, любят в этом году. Не знаю, мне не особо такое заходит. И в самом конце было еще немножко предметов из канцелярии. В основном ручки. Кстати, наборы здесь хорошие, я беру. Но здесь не было, которые я беру обычно. Также автоматический карандаш с ластиком. В общем, если поискать, мне кажется, здесь больше в этом году по пишущей канцелярии. Цены приятные, поэтому можно что-то приобрести. Итак, ребята, в фикс-прессе оказался не такой большой выбор. Я подумала, почему бы мне не заехать сегодня в Ашан. А вот мы приехали с вами. Ну, я думаю, вы помните, здесь я снимала какие-то свои первые бактус-кулы. Как я заметила, здесь выбор очень сильно обновился. Поэтому давайте посмотрим, что тут есть. Вот тут реально много всего по сравнению с фикс-прайсом. И цены, мне кажется, могут быть даже приятнее. Вот такие вот есть прикольные предметные эстрады с гутатамой. Мне кажется, довольно-таки мило. Посмотрите, здесь есть химия, геометрия, физика. Вот здесь еще есть такие красивые в клетку, география. Мне нравится, слушайте, реально классные эстрады. Стоят они, пока что не видно, сколько. Я вот не вижу их цены, к сожалению, но в районе 50 рублей, потому что здесь все такие ценники. Давайте смотреть дальше, что здесь есть. Это, кстати, кто-то по сериалу интересный. Наверное, кто по сериал. А потом вот такой здесь продается. Короче, смотрите, здесь вот такие вот эстрады в клетку. По 48 листов стоит 24 рубля сейчас по акции. Они самые обычные внутри. Бумага такая желтая. Но цена вполне себе нормальная. Здесь только в клетку. Пойдемте посмотрим, что здесь дальше есть из всяких карандашей. Вот, посмотрите, здесь есть всякие. Вот Эрик Храус, кстати, хороший. Когда я была, таких не было. Вот по 170 рублей обычные пластиковые карандаши, но цена нормальная. Есть еще... Это набор из 12 цветов. А есть набор из 18 цветов. Здесь их очень много. Есть вот такой набор, например, из Хохотите. Это уже... Я не знаю, чем они отличаются. Вот тоже 18 цветов. Стоит просто дороже. Есть карандаши от Биг. Мне, кстати, тоже нравились, когда я училась. Хорошая фирма. Давайте просто быстро пойдем, потому что я думаю, что не всем будет актуально. Вот есть фломастеры. Фломастеры от Биг стоят 300 рублей. От Эрик Храус. Вон есть полстер 66 рублей. Снизу я вижу огромный набор. Это набор Мэйпет. Стоит 380 рублей. Но это хорошие фломастеры, качественные. Вот от Хатбер тоже хорошие. Вообще 24 цвета. Классные. Я бы такие взяла, если бы мне нужно было. Мне кажется, хорошее соотношение цены и качества. Здесь у нас разные альбомчики. Есть вот такой вот. Кстати, красивый. Вот такой с какими-то зверюшками. Когда я была, мне кажется, не так очень много выбора было. А вот посмотрите, какие симпатичные эстрады. Вот прям не скажешь, что Ашан. Есть такая вот горошек с собачкой. Это просто... А, это альбом для рисования такой маленький. Стоит 220 рублей. Есть еще вот такой вот. И вот еще с котиком. Прикольные. А вот эти эстрады либо у меня была, либо я у кого-то виделась с таким рисунком. Есть вот такой вот тоже блокнот. Как с пустыми листами для рисования. В общем, выбор есть. Есть всякие есть интересные альбомчики, кому но да. Мне кажется, можно прийти в Ашан и идти что-то. А вот прям еще такое есть. А, ну это какое-то большое. Это бумага для рисования у нас. По 189 рублей. Есть по 89. Тут 10 листов. Здесь огромное количество разных красок. Ну, мне кажется, здесь, в принципе, выбор примерно везде один и тот же. Но бюджетное, я думаю, тоже можно подобрать. Вот по 100 рублей вижу. Самое минимальное. Реально 100 рублей. Вот такие обычные краски есть. Посмотрите, какие милые предметные эстрады тут вообще с пандочками. Вот литература такая есть. Я не знаю, сколько они стоят. А, по 109 рублей. Ну, понятно, все, что мне нравится. Но они реально прикольные. Вот еще биология такая есть. Вот посмотрите, какая алгебра. В общем, классные эстрады. Эти эстрады мы с вами видели в другом магазине. Здесь они по 65 рублей. Мне кажется, там примерно столько же стоили, как такие объемные. Может, кто помнит, в одном из последних видео я была. Вот здесь тоже справочный материал. А это у нас... Я не знаю, что это. Это тетрадь 80 листов. Необычная такая обложка. Я такие, кстати, давно не видела. Твердая обложка и просто тетрадь внутри. Вот посмотрите, какая есть тетрадь на кольцах. Она стоит 276 рублей 80 листов. Еще здесь сверху тоже есть, но уже по 500 рублей. Но здесь у нас 120 листов. Вот здесь есть блоки для тетради на кольцах. А вот есть чистые, смотрите. А, нет, это тоже в клетку. Я подумала, это просто чистые. И здесь на другой стороне просто в растопную, так скажем, тетрадь, вот смотрите, по 100 рублей есть. Я вижу симпатичную. Здесь у нас много листов. По ощущениям 96, но я не вижу. Да, 96, по-моему. Вон, посмотрите, снизу тетради с Капибарой. Вот этот тетрадь, я помню, мы видели в Читай-городе. Мне очень понравилось. Ну, смотрите, все это, по сути, есть здесь. Что удивительно, на самом деле, здесь как будто все тетради в тематике разных сказок. Что прикольно. Вот посмотрите, какие есть тетради с Капибарой. Когда мы снимали с вами выпуск «Собирайся в Ашане» на 1000 рублей, по-моему, они точно были. Я их даже покупала на свой конкурс. Сейчас они по 69 рублей. Ну, и просто, видите, здесь разные крафтовые тетради. Например, вот эти очень красивые предметы. Мне кажется, они не сильно такие броские в глаза, но симпатичные. Есть вот химия еще, вот физика. Ну, в общем, прикольно. Мне нравится такой минималистичный дизайн. Давайте посмотрим, что тут есть дальше. Здесь предметы тетради вообще по 24 рубля. Сейчас по скидке, мне кажется, вообще адекватная цена. Плюс здесь есть справочный материал. Плюс здесь нормальные нежелтые листы. Вот все предметы. Мне кажется, классный выбор тетради здесь. И цены тоже вполне себе нормальные. Так, давайте посмотрим, что есть в этом стенде. Кстати, помните, я вот эти, помню, штуки. Блоки для записей. Ну, здесь написано самоклеящиеся блоки. Так, здесь калькуляторы маленькие, 500 рублей. Я не знаю сейчас, за сколько можно найти калькулятору, но как будто довольно-таки дорого. Здесь скобы, степлеры. Ну, тоже такая нужная вещь. О, кстати, смотрите, какие маленькие мини-хайлайтеры. Вообще классные. Я не знаю, откуда они, но вообще классный набор. Я хочу его найти. Он похож, кстати, на американский набор. Здесь, смотрите, блоки для записей. Я такие покупала все в этом году. Мне кажется, она та же самая осталась. А вот есть какие-то с котом по 76 рублей. Здесь у нас разные линейки. Я помню, что от раз тоже на эти линейки смотрела. Красивые. Здесь есть сразу, посмотрите, очень тяжелый, кстати, геометрический набор. А, это просто набор линейки, я так поняла. 15, нет, 44 линейки. Вот здесь просто, видите, наборчики от MAPED есть из линейок разных. Они, кстати, гнущиеся. Есть вот такой вот обычный, как бы прозрачный линейки. Постоят 143 рубля. Набор чертежный. Вот такой есть. И вот такой. Ну, удобно. Он, кстати, маленький, много места не занимает, если кому-то надо. Здесь на другой стороне у нас клей точилки. Вот такого клея, кстати, мне кажется, раньше не было, когда я вскоре училась, потому что я такого не помню. Здесь точилки, точилки. Симпатичные, кстати, точилки есть. Вот, посмотрите. Я нашла эти самые маркеры, которые я вам показывала. Они здесь по 350 рублей. Очень милый наборчик. Мне прям они очень нравятся. Интересные какие по качеству. Но выглядит прикольно. Прям Ашан. Здесь тоже есть наборчики, но их осталось как-то немного. Либо их раскупили, либо их не будет. Выбора особо здесь и нет, так сказать. Вот это уже маркеры для скетчинга. Но в целом, только если в рассыпную брать маркеры, вот здесь по 60-50 рублей. Ну, есть по 19. Но качество, я думаю, будет, конечно, не очень. Плюс здесь, конечно, классическая всякие цветные ручки Аташана. Я такие, кстати, по-моему, покупала на свой конкурс. Даже вот такие вот по 130 рублей. Плюс есть тоже отдельно. Вот, кстати, смотрите, какой наборчик лениров. А стоит 280 рублей от Ашана. Я таких не видела. Вот они есть поштучно. Мне кажется, даже дешевле поштучно будут купить. По 24 рубля. Ну, то есть те цвета только, которые вам нужно, там, не брать, например, серый, которым вы не будете пользоваться. Вот. Ну, и здесь просто также ручки. Смотрите, в рассыпную и в каких-то наборчиках. На что ручки деливаем. Здесь у нас просто одни ручки. А, и карандаши. Вот такая ручка есть. Я не знаю, правда, кто будет покупать то 140 рублей одну ручку. Вот в рассыпе. Но есть обычные ручки. Я думаю, что они хорошие. Это Эрик Краус. Вообще по 24 рубля. Вот есть по 20 рублей. Мне кажется, такая должна быть хорошая ручка. Вот такая есть. А вот, смотрите, лента. Вообще цена капец, конечно, космос. 167 рублей за одну ленту. Причем она маленькая. На 6 метров. А вот есть такая по 200 рублей, если хотите. 5 метров еще меньше. Итак, ребята, вообще, в изначально моих планах было заехать в Фикс Прайс. Но в одном Фикс Прайсе было очень мало всего. Я хотела заехать еще в один. И подумала, а чем будет выбор особо отличаться. То есть, не знаю, мне кажется, в том году был побольше ассортимент канцелярии. В принципе, было побольше всего интересного в самом Фикс Прайсе. Возможно, уже студент Бэк-то-скул заканчивается. Или, возможно, у них просто в этом году небольшой ассортимент канцелярии. В общем, мой вердикт такой. В Ашане, как по мне, гораздо интереснее выбор канцелярии. И, честно могу сказать, вот, когда я была в школе, там, в пятом, шестом, седьмом, седьмом классе, мне не особо нравился Ашан, это канцелярия, которая там была. Но сейчас там, правда, можно найти много всего интересного. В том числе, мне нравится их канцелярия. По типу, как вот маркеры мы с вами смотрели, текстовы делители. То есть, от их фирмы раньше такого не было. Это довольно-таки интересно. Плюс предметные эстрады были красивые, разные. Вот с пандой прикольные были, например. В общем, там есть реально из чего выбрать. Поэтому вердикт такого моего видео, если бы я выбирала, куда мне пойти закупаться, я бы, наверное, пошла все равно в Ашан. И на этом мое видео уже подходит к концу, так как уже скоро начинается учебный год. Я бы хотела спросить у вас, готовы ли к нему вообще морально. И хотите ли вы начало учебы, ждете его. Мне будет интересно узнать. И всем спасибо за просмотр. И всем пока!